Опишем некоторые достопамятные обыкновения. Посланник великокняжеский Дмитрий, будучи в Риме и беседуя с Павлом Иовием о нравах своего отечества, вказывал ему, что россияне из кони набожные. Любя чтение душеспасительных книг, не терпят проповеди в церквах, дабы слышать в них единственное слово Господне, без примеса мудрований человеческих, несогласных с простотою евангельскую. Что нигде не имеют такого священного уважения к храмам, как у нас. Что муж и жена, вкусив удовольствие законной любви, не дерзают войти в церковь и слушают обедню, стоя на паперте. Что молодые нескромные люди, видя их там, угадывают причину и своими насмешками заставляют женщин краснеться. Что мы весьма не любим католиков, а евреями гнушаемся и не дозволяем им въезжать в Россию. Сие время особенно славилось открытием многих святых целебных мощей, но Иоанн и Василий не всегда верили молве и рассказам народным, а без согласия государева духовенство не умножало числа святых. Когда же строгое исследование и достоверные свидетельства убеждали великого князя в истине чудес, то объявляли их всенародно, звонили в колокола, пели молебны, и недужные со всех сторон спешили как праху новых угодников, как ныне спешат к новым славным врачам, чтобы найти исцеление. Тогдашняя христианская набожность произвела один умилительный обычай. Близ Москвы было кладбище, называемое селом Скудельничьим, где люди, добролюбивые, в четверток перед Троицыным днем сходились рыть могилы для странников и петь панихиды в упокоение души тех, коих имена, отечество и вера были им неизвестны. Они не умели назвать их, но думали, что Бог слышит и знает, за кого высылаются к нему сие чистые, бескорыстные, истинно христианские молитвы. Там погребались тела, находимые в окрестностях города, а может быть и всех иноземцев. Иовий пишет, что великие князья, подобно султанам, избирают себе жен за красоту и добродетель, немало не уважая знатности, что невест привозят из всей России, что искусные опытные бабки осматривают их тайные прелести, что совершеннейшее или счастливейшее выходит за государя, а другие в тот же день за молодых придворных чиновников. Сие известие может относиться единственно к двум бракам Василия, ибо отец и дед и предки его женились обыкновенно на княжнах владетельных. Сообщим здесь любопытные подробности из описания Василиевой свадьбы 1526 года. Державный жених, нарядясь, сидел в брусиной столовой избе своим поездом, А невеста Елена Глинская с женой Тысячского, двумя свахами, боярынями и многими знатными людьми шла из дому в середнюю палату. Перед нею несли две брачные свечи в фонарях, два коровая и серебряные деньги. В сей палате были сделаны два места, одетые бархатом и комками. На них лежали два заголовья и два сорока черных соболей, а третьим сороком надлежало опахивать жениха и невесту. На столе, покрытом скатертью, стояло блюдо с калачами и солью. Елена села на своем месте, сестра ее, княжна Анастасия, на Жениховом, боярыни вокруг стола. Василий прислал туда брата, князя Юрия, который, заняв большое место, велел звать жениха. «Государь», — сказали ему, — «иди с Богом на дело». Великий князь вошел с Тысячским и со всеми чиновниками, поклонился иконам, свел княжну Анастасию своего места и сел на Оное, читали молитву. Жена Тысячского гребнем чесала голову Василию и Елене. Свечами богоявленскими зажгли брачные, обогнутые соболями и вдетые в кольцы. Невесте подали кику и фату. На золотой мисе в трех углах лежали хмель, соболи, одноцветные платки, бархатные, атласные, камчатные и пенязи, числом по девяти в каждом угле. Жена Тысячского осыпала хмелем великого князю и Елену, опахиваемых соболями. Дружка государев, благословясь, изрезал перепечу и сыры для всего поезда, а Еленин, дружка, раздавал ширинки. Поехали в церковь Успения. Государь с братьями и вельможами, Елена в одних санях с женою Тысячского и с двумя большими свахами. За ней шли некоторые бояре и чиновники, перед нею несли свечи и караваи. Жених стоял в церкви, на правой стороне у столпа, невеста на левой. Они шли к венчанию по комкам и соболям. Знатнейшая боярыня держала скляницу с вином фряжским. Митрополит подал ее государю и государыне. Первый, выпив вино, растоптал скляницу ногою. Когда священный обряд совершился, новобрачные сели на двух красных сголовьях. Митрополит, князья и бояре поздравляли их, певчие пели многолетие. Возвратились во дворец. Свечи с караваями отнесли в спальню или в синник и поставили в кладь пшеницы. В четырех углах синяка были воткнуты стрелы, лежали калачи с соболями. У кровати два сголовья, две шапки, одеяло кунья, шуба. На лавках стояли оловянники с медом. В головах кровати икона Рождества Христова, Богоматери и крест воздвизальный. На стенах также иконы Богоматери со младенцем. Над дверью и над всеми окнами, внутри и снаружи кресты. По стелю слали на двадцати семи ржаных снопах. Великий князь завтракал с людьми ближними, ездил верхом по монастырям и обедал со всем двором. Князь Юрий Иоаннович сидел опять на большом месте, а Василий рядом с Еленою. Перед ними поставили жареного петуха. Дружка взял его, обернул верхнюю скатертью и отнес в спальню, куда повели и молодых из-за стола. В дверях знатнейший боярин выдавал великую княгиню и говорил речь. Жена Тысячского, надев две шубы, одну на извороть, вторично осыпала новобрачных хмелем, а дружки и свахи кормили их петухом. Во всю ночь конюший государев ездил на жеребце под окнами спальни с обнаженным мечом. На другой день супруги ходили в мыльню и ели кашу на постели. Легко угадать разум сих обрядов, без сомнения, весьма древних, отчасти может быть славянских, отчасти скандинавских. Некоторые образовали любовь, согласие, чудородие, богатство. Другие должны были удалять действия злого волшебства. Василий, находясь в частых сношениях с государями европейскими, любил хвалиться ласкую, оказываемую их послам в России. Но иноземцы жаловались на сей милостивий прием, соединенный с обрядами скучными и тягостными. Приближаясь к границе, посол давал о том знать наместникам ближайших городов. Ему предлагали множество вопросов. Из какой земли, от кого едет, знатный ли человек, какого именно звания, бывал ли прежде в России, говорит ли нашим языком, сколько с ним людей и каких. Осем немедленно доносили великому князю, а к послу высылали чиновника, который, встретив его, не уступал ему дороге и всегда требовал, чтобы он стоя выслушивал государево приветствие со всем великокняжеским титулом, несколько раз повторяемым. Назначали дорогу и места, где надлежало обедать-ночевать. Ехали тихо, иногда не более 15 или 20 верст в день, ибо ждали ответа из Москвы. Иногда останавливались в поле, несмотря на зимний мороз, иногда худо ели. Зато пристав терпеливо сносил брань иноземцев. Наконец государь высылал дворян своих к послу. Тут везли уже его скорее и лучше содержали. Встреча пред Москвою была всегда пышная. Являлось вдруг несколько чиновников в богатых одеждах и с отрядом конницы, говорили речи, спрашивали о здоровье и прочее. Двор посольский находился близ Москвы-реки. Большое здание со многими комнатами, но совершенно пустыми. Никто не жил в всем доме. Приставы служили гостям, непрестанно заглядывая в роспись, где было все исчислено, все измерено, что надлежало давать послам немецким, литовским, азиатским. Сколько мясных блюд, меду, луку, перцу, масла, даже дров. Между тем придворные чиновники ежедневно спрашивали у них, довольны ли они угощением. Не скоро назначался день представления, ибо любили долго изготовляться коному. Послы сидели одни, не могли заводить знакомств и скучали. Великий князь к сему дню для их торжественного въезда в Кремль обыкновенно дарил им коней с богатыми седлами. Кроме зодчих, денежников, литейщиков, находились у нас тогда и другие иноземные художники и ремесленники. Толмач Дмитрий Герасимов, будучи в Риме, показывал историку Иовию портрет великого князя Василия, писанный, без сомнения, нерусским живописцем. Герберштейн, упоминает о немецком слесаре в Москве, женатом на россиянке. Искусства европейские с удивительной легкостью переселялись к нам, ибо Иоанн и Василий, по внушению истинно великого ума, деятельно старались присвоить он и России, не имея ни предрассудков суеверия, ни боязливости, ни упрямства. И мы, послушные воле государей, рано выучились уважать сии плоды гражданского образования. Собственность не вер и не языков, а человечества. Мы хвалились исключительным православием и любили святыню древних нравов, но в то же время отдавали справедливость разуму, художеству западных европейцев, которые находили в Москве гостеприимство, мирную жизнь и сбыток. Одним словом, Россия в в 20 веке следовала правилу «хорошее от всякого хорошо» и никогда не была вторым Китаем в отношении к иноземцам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова